Прошу. Браво! Браво! Всего доброго! Браво! Спасибо! Владимир Владимирович, полицейский! 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 У вас здесь щеклочка поднята. Полицейский! Примите заявление у меня! Сзади люди стоят! А где поворотники? Что это было? Что это было? Носов! Ты куда поехал? А в суд подать? Давай, может еще чем проиграешь? Владимир Владимирович! Ну вы скажите, вы будете еще в суд подавать на кого-нибудь, а? Не ваши это полицейские-то! Не ваша профессия! Вы лучше увольняйтесь! Носов! Позорно уезжает, уезжает! Ему даже мигалки не доверили! Господи! Без мигалки! Ну что, ребят? Что скажете вы? Ура! Правильно! У нас есть право на особое мнение на вашем канале в свободном? Конечно! Есть, да? У меня есть свое мнение. Я считаю, что вот этот полицейский, который иск подавал, он, конечно, не прав. И суд это установил. И я думаю, с этим никто спорить не будет, кроме самого полицейского. Но суть в том, что крайней в этом не должен быть он. Это его начальство сказало ему идти подавать этот иск. Идти это делать самостоятельно, без какой-либо поддержки. Иск писал не он. Но он написан настолько криво, что, понятно, никаким юристам он не обращался. Он приходил в суд на два заседания, на оба, без представителей. Его начальники сказали ему, как хочешь с этим. Вот как хочешь. Он виноват. Он не прав. Но не он здесь. Главная проблема. А кто? Нахрена он слушает всяких начальников? Они вообще не выполномочены ему указывать, на кого в суд подавать. Или я не прав? Я согласен. Но это нужно объяснять сотрудникам полиции. Сотрудники полиции, они такие же граждане, как и мы с вами. Просто они обделены особенными полномочиями. Короче, ты скажи, что нужно делать сотрудникам полиции, чтобы не быть как Носов? Учиться у нас. Вот что нужно. Да. Мы же на вас не кидаем необоснованные иски. Даже с обоснованными иногда не торопимся. Потому что не хотим вас там на бабки нагревать. Потому что вот как этот сказал у вас там. Дети, жены, там что-то еще. Сына его кто-то сыном коррупционера назвал. Соловьев, видимо. Да? Да. Так что такие дела. Ну что, у нас... Мы унижаем сотрудников полиции. Ну как тебе решение-то, скажи мне? Решение было справедливым. Отказали. Носов Владимир Владимирович не получилось у него заткнуть рот общественности денежным кляпом. Ну как, ты каждый день, наверное, теперь к нему будешь на опорный пункт ходить, да? Каждый день я к нему ходить не буду. Но присматриваться к его деятельности будем особенно тщательно, как сотрудник полиции. Поскольку он в судебном засекании показал свою полную несграмотность. Он не знает половину статей, а на те, на которые ссылается, неправильно трактует. Не знает о том, что общество вообще производит контроль деятельности полиции. Не знает о том, что он должен представиться. Это его обязанность, а не право. Не знает о том, что у него есть обязанность просекать все административные правонарушения. Можно очень долго перечислять, чего он не знает. А что он может знать, это только подавать на граждан диски и требовать 100 тысяч рублей за то, что его незнание и грамотность публикуется. Я не учитель, но я постараюсь отстаивать свои права. Да там его не буду. Там Макаренко почитаешь, главное, там плетка, там, что там, хлыст. Как там в Древнем Риме, как учили, да? Нет, там можно, но по пряникам. То есть сейчас вот, ну, дом ему, а потом придешь и скажешь, пряник дам, если изымешь из... Вам понравилось, Андрей Викторович? Да, я получил большое удовлетворение. Мало того, я еще в предвкушении своего иска, как бы, мне тоже такое же вручили. Поэтому, я думаю, не все потеряно. Получим удовольствие и на моем процессе. А сотрудники Росгвардии ни в коем случае не отзывайте иск в отношении Андрея Орла. Ни в коем случае. А то столько удовольствия мы пропустим. Да. Попозорьтесь так же, давайте, вперед, ребят. Да, приглашаю тебя в качестве защитника. Спасибо. Как имеешь его опыту, да? Отказано. Отказано. А приставы, кстати, нормальные в суде были, между прочим. Да. Мы просто здесь не были в прошлый раз. А, уже в прошлый раз были, да? Поэтому нормальные. Да. Но, тем не менее, все нормально, все. Нет, в прошлый раз, в принципе, они тоже немного косячили, конечно. Подпишите, подпишите, вы отказываетесь подписать бумагу. Там, знаешь, бумаги находили. А после это уже все. Если вы хотите, вы можете подписать. Это после нас такие... Какой одел? Да. Какой одел? Да? Попу верил. Его одел. Его одел. Так, ну что, ребят? Ха. Пишите, что думаете об этом позорище носово в комментариях. Будьте помягче или пожёстче. Да, в принципе, как хотите. Вот. Его предупреждали, что не надо этого делать. Однако он послушал своё начальство, видимо, не знаю, там, свою гордыню, свою алчность. 100 тысяч хотел. Но ему это не помогло. Не помогло ему это. Вот. И судья правильное решение принял, что отказал ему в удовлетворении его иска. А теперь уже наступает время взыскания судебных издержек с него. Всё-таки 10 представителей было у нашего, так сказать, ответчика. Да? И он победил из-за необоснованный иск. Ему полагается компенсация труда. Труда представителей, а также морального вреда, там, и ещё какого-нибудь вреда. Может, он тоже переживал. Может, у него тоже семья. Может, у него тоже дети, там, не косо на него посмотрели. Да? Вот. Ну что? Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Подписывайтесь на второй канал. Все ссылки в описании. Подписывайтесь в Telegram, Instagram, группа ВКонтакте. Все ссылки также в описании. В телеге, кстати, была прямая трансляция аудио с этого заседания. Так что не упустите следующей трансляции и подпишитесь. Ну всё. И колокольчик не забывайте. И лайк обязательно поставьте. Ну всё. Всем пока. Придите за свои права и выигрывайте в судах.